Здравствуйте! 19.30 и это новое время в эфире телеканала ЖБЕКЖУЛА. О главном сегодня в прямом эфире расскажу вам я, Ардак Сагидулла, наши корреспонденты и гости в студии. Сурдоперевод Екатерины Акшатаевой. Внеочередные выборы президента состоятся 20 ноября. В ЦИКе озвучили требования к кандидатам. Так, он или она должны быть гражданами Казахстана по рождению, иметь высшее образование и проживать на территории страны последние 15 лет. Возраст не меньше 40 лет. Поддержка кандидатов в президенты должна быть удостоверена сбором подписей. Каждый должен собрать 118 тысяч. Размер избирательного взноса равен 3 миллионам тенге. Озвучили в Центре избиркомии график избирательной кампании. Выдвижение кандидатов начнется завтра и завершится 11 октября. Предвыборная агитация продлится с 21 октября по 18 ноября. День голосования пройдет 20 ноября. Днем ранее, 19 ноября, будет День тишины. 20,5 миллиардов тенге примерно столько планируют потратить в Казахстане на внеочередные выборы президента. Об этом заявили в Центральной избирательной комиссии. Моя коллега Ирина Панфилова выясняла, на что конкретно пойдут деньги и намерены ли казахстанцы идти голосовать. Казахстанцы сегодняшнего дня начинают жить в новом режиме. В режиме подготовки к внеочередным выборам президента. До старта главного политического события страны 59 дней. На первый взгляд почти два месяца. Однако за этот срок членам избирательных комиссий предстоит многое успеть. Одна из главных задач обновить материально-техническую базу. Купить новые шторки, урны, заказать бюллетени. Последние, как отметили в ЦИКе, заметно подорожали по сравнению с 2019-м, когда проходили выборы президента. Мы представили примерную смету расходов на выборную кампанию в Минфин. И сейчас проходим ее обсуждение в размере 20,5 миллиардов. В связи с чем, не 20 миллиардов, а 20,5 миллиардов, мы запросили также определенную сумму на приобретение избирательных урн. Основная часть денег пойдет на оплату труда членов избирательных комиссий. Их больше 70 тысяч. Представители партии уже вовсю готовят кандидатов. Желание баллотироваться от Акжол изъявили сразу несколько человек. По словам председателя организации, решение примут на ближайшем съезде. Вот сейчас у меня двое из наших членов, которые заявили, что если их партии не поддержат, то они пойдут самостоятельно, как самовыдвиженцы. Я не сомневаюсь, что будут новые партии. Как известно, около, по-моему, двух десятков, что ли, партий, групп заявили о том, что они хотят зависеть от партии. Ну, пусть создаются. Чем больше партий участвует в политическом процессе, тем больше возможности у избирателей найти программу, соответствующую взглядом. Тем больше вовлеченность избирателей в избирательный процесс, тем больше доверия к выборам. Поэтому это все только на пользу демократическим процессам, на пользу отношений между государством и обществом. К слову об обществе, сегодня правом голоса в нашей стране обладают порядка 12 миллионов человек. Большинство опрошенных нами жителей столицы 20 ноября собираются идти голосовать. «Честные выборы, они всегда нужны. И то, что Тукаев делает неожиданные выборы, смену власти, сменяемость власти, тоже очень важная вещь. Братья, родители, все мы пойдем именно в этот раз, потому что все равно какой-то годы с патриотизмом все равно влияет на нас». «Пойду. Это наша, наверное, гражданская ответственность все-таки. «Пойдем. Уважаем свой Казахстан. Любим свою родину». «Нет, не пойду. Не вижу смысла в этом. Все равно, мне кажется, выберу так, как им удобнее». «Ну, наверное, пойдем, потому что это наш долг. И надеемся на лучшее, чтобы всегда все было хорошо». «Конечно, я жительница Казахстана. Почему бы не пойти? Это моя страна. Буду голосовать. Я даже в Амстердаме была, и именно там я голосовала за Казахстан». ЦИК напомнили, что тем, кто не живет по месту прописки, нужно будет проявить инициативу и самостоятельно прикрепиться к новому избирательному участку. Выбрать тот, где голосовать будет удобно. «Пока онлайн-услуги по взятию открепительного удостоверения не предусмотрены, за 30 дней пишите заявление и попадаете на тот участок, на котором вам удобно голосовать. Способ второй. За 20 дней списки передаются на избирательный участок. После этого вы можете взять, только обратившись лично на избирательный участок, открепительное удостоверение и с этим открепительным удостоверением уже проголосовать там, где вам удобно». С этого года при Центральной избирательной комиссии заработает Клуб молодых избирателей. В его состав войдут эксперты, ученые, чиновники, представители региональных молодежных ресурсных центров и некоммерческих организаций. В ЦИКе надеются, что работа новой диалоговой площадки позволит повысить электоральную активность и правовую культуру казахстанской молодежи. Ирина Панфилова, «Новое время». Выборы президента должны стать важным фактором, консолидирующим нашу страну перед новым этапом масштабных социально-экономических реформ. Таким мнением о предстоящей кампании поделился государственный советник Герлан Карин. Дискуссии о предстоящей электоральной кампании велись достаточно давно. Ряд экспертов, по словам госсоветника, еще весной высказывались о необходимости проведения досрочных выборов. Президентские выборы были анонсированы Касым Жумартом Тукаевым практически за месяц до подписания соответствующего указа, тогда как ранее все внеочередные выборы объявлялись фактически в день подписания указа о дате их проведения. Этого времени было достаточно не только для широкого общественного обсуждения предстоящей кампании, но и для предварительной подготовки потенциальных участников. По закону выборы проводятся в течение двух месяцев со дня их назначения, но по факту вся кампания продлится три месяца. Между тем, европейские эксперты считают 7-летний срок полномочий президента свидетельством приверженности Казахстана демократическому курсу. Они внимательно следят за ходом политических реформ в стране, подчеркивая, что ограничение президентского мандата по сроку исключит монополизацию власти. По словам экспертов, политические изменения – это возможность уйти от суперпрезидентской формы правления и создать новое инклюзивное гражданское общество. Я слежу за последними новостями, происходящими в Казахстане. Ваша страна проводит новые реформы. Лично я считаю, что решение о модернизации избирательного процесса – правильное решение. Сейчас, когда в Европе нестабильное время и мир меняется, президент Токаев выступает с инициативой развития страны в демократическом направлении. Желаю успешной реализации этих инициатив. Итоги досрочных президентских выборов должны будут озвучены не позднее 30 ноября. У Центральной избирательной комиссии в распоряжении будет 10 дней, чтобы подсчитать голоса. Но, как показывает практика, результаты озвучиваются намного раньше. Что нас ждет в предвыборной гонке, обсудим с депутатом Мажелиса Юлией Кучинской. Юлия Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. И сразу хотелось бы озвучить главный вопрос. Готова ли ваша партия к выборам, к выдвижению кандидатов в президенты и как проходит эта процедура? На самом деле мы предлагали выдвигать кандидатуру действующего главы государства. Но сейчас мы ждем его решения. Согласится ли он с этим, пойдет ли он от нашей политической партии. Если он согласится, то безусловно мы будем поддерживать кандидатуру действующего главы государства Касамжимара Кемилевича Тукаева. То есть от вашей партии только один кандидат? Только один кандидат. Любая политическая партия, любое республиканское общественное объединение могут выдвинуть только одного кандидата. Просто есть информация о том, что ваши оппоненты готовы рассматривать несколько подвиженцев. Но на самом деле я полагаю, что все-таки распылять свои силы это не совсем правильная стратегия. И все-таки есть принцип, что от одной партии, от одной общественной организации может быть выдвинут только один кандидат. Я имею в виду даже на стадии рассмотрения. На стадии рассмотрения, возможно, то есть это может быть какая-то внутренняя конкуренция, внутренние выборы, праймерис и так далее в других политических партиях. Но я полагаю, что все-таки наша партия в своем выборе будет единогласна. Понятно. Осталось два месяца до выборов. Можно сказать, что началась жаркая электоральная пора. И как вы ее оцениваете? Насколько наше общество готово к выборам? Я думаю, что на самом деле, если говорить с точки зрения, скажем так, явки общества, то есть явки избирателей на избирательные участки, то общество всегда достаточно активно поддерживает подобного рода инициативы. Если говорить с точки зрения оппонентов и готовности оппонентов, скажем так, или присутствия на сегодняшнем политическом поле таких же ярких, скажем так, оппонентов для действующего главы государства, наверное, здесь я бы немножко затруднилась назвать какие-то конкретные фамилии или явных конкурентов. Но, тем не менее, я считаю, что для этого и даются два месяца, да, для того, чтобы, в принципе, сегодня любая политическая партия, общественное объединение, да, имея, скажем так, таких кандидатов, могли их выдвинуть, во-первых, и подготовиться. А как подготовилась ваша партия? Ну, на самом деле, то есть мы готовимся, у нас всегда есть наша сеть в регионах, у нас всегда есть, скажем так, такая, да, то есть подготовка в любую минуту, скажем так, выйти в поле и работать с гражданами, и работать с избирателями. То есть, знаете, я бы так сказала, что работа партии, она не нашей партии, и я думаю, что это такое хорошее, большое преимущество нашей партии, она не заканчивается вместе с выборами. А то есть уже прошли какие-то заседания, вы обсудили? Нет, однозначно этот вопрос будет обсуждаться на съезде партии, то есть и съезд будет выдвигать, это полномочия съезда партии, даты съезда пока неизвестны, пока, то есть нам, как членам партии, об этом не сообщали, я думаю, что сегодня руководство, бюро партии обсуждают этот вопрос, и когда будет дата съезда известна, то есть нам об этом объявят. Предварительно буду, да, просто добавлю, чтобы мне бы не казалось, что только вот бюро приняли решение, и все. То есть после того, как будет принято решение о том, что пройдет съезд партии, предварительно пройдут съезды в регионах, да, конференции наших филиалов, они сначала скажут свое решение, направят своих делегатов на съезд партии, и уже съезд партии будет принимать итоговое решение. Ну, скорее всего, это произойдет уже в ближайшее время. Безусловно, да, у нас есть сроки, поэтому, безусловно, то есть мы должны в эти сроки уложиться. А как вы сейчас оцениваете вообще в целом готовность ЦИКа к процессу? Вы знаете, я бы сказала, что буквально недавно ЦИК прошел референдум, да, в июне месяце, то есть мы проводили референдум, что тоже требовало от ЦИКа подготовки, организационной подготовки. Помимо этого у нас в постоянном режиме проходят выборы сельских акимов, поэтому территориальные избирательные комиссии, они всегда находятся в таком рабочем режиме. Да, конечно, сейчас ЦИКу... Просто раньше у ЦИКа больше времени было на подготовку, а в этом году у них получается прям одно за другим событием. У ЦИКа сейчас всегда должно быть состояние готовности. То есть я считаю, что ЦИК должен работать постоянно, при том, что, я еще раз повторюсь, у нас на постоянной основе проходят выборы сельских акимов. Да, то есть они не одномоментно происходят, они проходят в разных точках, в разных регионах, селах, но тем не менее это заставляет постоянно работать. А как вы считаете, в целом, какое количество кандидатов будет участвовать в неочередных президентских выборах? Ну, если исходить, скажем так, из того, что, во-первых, могут выдвигать политические партии, да, и на сегодняшний день только партии НПК сказали о том, что они поддержат кандидатуру действующего главы государства, да, то есть, Касанжи Мартик Мельчев, насколько я помню, если я вот, да, не путаю нюансов, да, то есть, ну, получается, да, 4 еще партии. То есть, сразу две партии поддержат действующего главу государства? Я думаю, что они могут не выдвигать, ну, то есть, они заявят о том, что они будут поддерживать. Я не знаю сейчас, каким будет итоговое решение, да, то есть, в одном из выступлений от одного из представителей... И сколько всего тогда, как вы думаете, будет кандидата? Ну, сейчас у нас получается 5 партий, и, в принципе, да, 5 кандидатов могут быть, скажем так. Есть еще республиканские общественные объединения, да, то есть, у них тоже есть, и от них тоже может быть кандидат. Ну, хорошо, минимум 5 кандидатов. Предполагаю. Спасибо вам большое за ответы, а мы продолжим. Спасибо вам. И сегодня в Сенате приняли закон, устанавливающий 25 октября национальным праздником. Таким образом, в стране вновь будут отмечать День Республики. Это историческое и очень важное решение. Независимость нашей страны действительно начинается с этой даты. Поэтому утверждение этого дня, как национального праздника, важный шаг. Надеемся, что в дальнейшем этот праздник внесет свой вклад в укрепление нашей независимости. И к другой теме, не менее волнующее казахстанское общество, происходящее в соседнем государстве. Курс рубля к иностранным валютам накануне снизился сразу на 5%. В падении мы отметились основные котировки ценных бумаг на бирже. Так, российский фондовый рынок отреагировал на заявление президента Путина о частичной мобилизации. По данным оборонного ведомства, она охватит более 300 тысяч россиян. А ситуации в России в материале моих коллег. Невообразимый хаос творится не только на фондовой биржи, но и в московских аэропортах и вокзалах. Заявление Владимира Путина стало своеобразным сигналом к бегству из страны многих граждан призывного возраста. Из-за чего цены на авиа и ЖД перевозки взлетели до небес. К примеру, авиабилет в направлении Москва-Ереван, стоимость которого обычно не превышает 16 тысяч рублей, подорожал в 10 раз и стоит теперь около 174 тысяч. Стоимость авиабилетов Далматы в некоторых случаях доходит до миллиона рублей. Кстати, заявление о мобилизации вызвало настоящий резонанс среди граждан. В 37 городах России прошли митинги. Несладко приходится эмигрантам, проживающим в городах России. Их доходы в среднем снизились на 30%. По некоторым данным, в стране на заработках находятся более 10 миллионов иностранцев. Многие из них уже задумываются вернуться на родину. Экономисты прогнозируют, что россиян ждет новая волна кризиса уже этой зимой. Если сейчас в соседнем государстве за чертой бедности находится 11 миллионов человек, то уже через несколько месяцев их число может достигнуть 30 миллионов, считают эксперты. Единственный путь борьбы с санкциями эффективный – это начало собственного производства. Но начало собственного производства – это, во-первых, деньги, это не самая большая проблема. Во-вторых, это время. Поэтому в любом случае от полных тотальных санкций до реального импортозамещения, то есть замещения импортного товара российским, а не другим импортом, пойдет время. Прогнозы аналитиков неутешительны. ВВП России может снизиться на 7%. А если в следующем пакете санкций экспорт товаров из России вовсе запретят, то экономическая активность сойдет к нулю. Айнура Жуанышпаева, Индира Бекайдар. Новое время. Наплывом российских граждан в нашу страну уже пользуются некоторые предприимчивые казахстанцы. Многие в сети пишут о том, что и без того дорогие съемные квартиры подорожали. Другие переживают, что соотечественникам будет сложнее найти работу из-за роста конкуренции. Третьи опасаются, что такой интерес к Казахстану приведет к санкциям и в отношении нас. Волнует казахстанцев по традиции и вопрос с курсом национальной валюты. На фоне колебаний российского рубля к доллару и евро. В целом, что ждет нашу экономику, поговорим с экономистом Алишером Кожазбаевым. Он сейчас выходит с нами на прямую связь. Алишер, добрый вечер. Добрый вечер. Наша национальная валюта во многом привязана к российскому рублю. Об этом не раз говорили эксперты. Что ждет тенге теперь? Ну, сейчас на самом деле тенге от рубля отвязался. То есть мы видим это на самом деле с февраля месяца, что у нас там улетает рубль. То там он 4, то он 8. Сейчас он там устаканился в районе 7,5. На самом деле тенге от рубля отвязался. Тенге сегодня привязался к определенной корзине мировых валют. И в принципе позицию свою держит, хотя, конечно, он ослабел, потому что общая ситуация, давление экономическое у нас достаточно существенное. Но вообще, вы знаете, вот то, что ослабевает тенге к рублю, это для нас очень плохо. Вообще, ну, последние полгода. Это для нас плохо, потому что 50% импорта из Российской Федерации. Вот откуда инфляция. По-простому говоря, рубль был 5, стал почти 8. А половина всего того, что мы завозим и там каждый день потребляем, это из России. Поэтому ослабление сегодняшнего рубля, оно на самом деле для нас неплохо. Оно приводит к более равномерным... Я надеюсь, что оно приведет к более такому равновесному состоянию тенге к рублю, потому что тенге привязан сегодня к корзине мировых валют, а не к рублю. Ну, как-то это вот мое личное мнение. Да, Алишер, а какие меры нужно предпринимать государству, чтобы не терять позиции национальной валюты, а в идеале укрепить? Ну, смотрите, на самом деле так глобально государство на курс, наверное, влиять не очень должно. То есть вот есть в финансовом сообществе большой спор, на самом деле, надо ли сегодня зафиксировать курс тенге к доллару, например, или к рублю. Но там те, кто в этом более-менее разбирается, понимают, что это плохая мера, ее делать нельзя. А значит, курс определяет рынок. Но Национальный банк сегодня должен загладить вот такую спекулятивную атаку, которая наверняка последует на тенге. Я думаю, что они там все это прекрасно понимают. Поэтому его нужно, на самом деле, вот сейчас неделю-две просто сдержать интервенциями. А дальше государство сделать с курсом ничего не может. Единственное, что может сделать государство, то, что я всегда на всех программах круглого стола говорю, это экономику растить. Курс, по большому счету, это цифровое значение силы экономики страны. Вот у нас экономика слабая, поэтому что не произойдет, для тенге это плохо. Поэтому надо просто экономику растить и заниматься этим каждый день. Алишер, а какие проблемы может повлечь за собой волна миграции российских граждан? Вот по поводу миграции российских граждан, вы знаете, я на самом деле считаю, что глобально это благо. Вот еще раз, да, у нас просто экономика, она не сильная, ее надо растить очень сильно. Это никто не скрывает, она слабая. И все заинтересованы, куча программ поддержки от правительства, чтобы экономика росла. Когда сюда мигрируют граждане, когда они приезжают со своими деньгами, когда они приезжают со своими технологиями, когда они приезжают со своим определенным интеллектуальным ресурсом, на самом деле мы должны все понять, ни в коем случае не слушать популистов. Для экономики это благо, большое благо. Единственное, что это благо в принципе и в короткосрочном, и в среднесрочной перспективе. Но там в самый-самый первый момент это, конечно, шок. Вот у нас есть там 17 миллионов, 19 миллионов населения. На эти 19 миллионов сюда продукты питания поставляются. У нас сколько-то квартир на всех построено. Вот это все в моменте начнет дорожать. Я сильно надеюсь, что после этого резко начнут расти доходы, потому что экономика должна расти с приходом сюда людей, их капиталов и их технологий. Алишер, и... То есть это благо генерально вообще. Ну будем надеяться, что это на самом деле будет благом. И я не могу не спросить ваш совет, Алишер, для наших казахстанцев. Что делать тем, у кого есть накопление, депозиты в тенге, как хранить деньги, чтобы не потерять их ценность? Смотрите, ну, генерально, знаете, такая есть классная фраза. Мало кто любит принимать советы, все любят принимать деньги. Стало быть, деньги лучше, чем советы. Вот хранить ничего не изменилось. Я, как человек, который большой патриот, должен сейчас по телевизору сказать, что, пожалуйста, верьте в нашу национальную валюту, храните в тенге. И это будет правдой. Но, конечно, в принципе, правила игры остаются теми же самыми. То есть, наверное, для обычного человека лучше всего делить. Кто-то 50 на 50 делит, кто-то 70 на 30. Определенную корзину своих валют и сбережений. Но генерально текущее время показывает, что в первую очередь всем нам просто нужно больше работать. Алишер, спасибо. Это я очень быстро говорю. Некоторые вещи спорные, потому что у нас времени мало. Алишер, спасибо, да, что поделились своим мнением. А мы продолжим. В Казахстане не станут закрывать границу для российских граждан. По словам спикера Сената, для этого сейчас нет никаких оснований. Тем более, что обе страны входят в единое евразийское пространство. И сам факт введения каких-либо односторонних ограничений может повлечь серьезные последствия. Впрочем, по мнению многих экспертов, они и так наступят. И причем не в интересах нашей страны. Бахтиар Даркеев разбирался. Ситуация на российско-казахстанской границе явное подтверждение тому, как граждане нашего северного соседа относятся к военному конфликту в Украине. Нескончаемый поток машин пытается как можно скорее пересечь линию разграничения. Люди, что называется, бегут от объявленной накануне в стране частичной мобилизации. Причем не только наземными, но и воздушными маршрутами. Такая вот картина наблюдается сейчас в российских аэропортах. Надо понимать, что это только первый этап мобилизации. Надо понимать, что Россия сейчас вступила, фактически объявила, вхождение в такую полномасштабную и затяжную войну с Украиной. Это будет длиться не несколько месяцев, не год или даже не два. Это, я думаю, теперь конфликт на 5-10 лет точно. Отсюда и мнение, что Казахстан может стать еще одной площадкой для баталий, только уже не военных, а социально-экономических. Ведь, по сути, приток мигрантов из России в нашу страну – это дополнительная нагрузка на больницы, школы, сады. Для россиянина Ильи Васильева пунктом остановки стал Петропавловск. В родном Омске осталась жена и дочь. Перевозить их пока не планирует. Решил сперва сам обустроиться. Мужчина уже зарегистрировался в органах миграции. В планах получить ИИН и банковскую карту. Все, наверное, понимают, с какой целью я приехал сюда. В связи с последними событиями, что произошли у нас на родине. Как бы участвовать не совсем в этом всем хочется. Жизнь самая дорогая, что у нас есть. Наплыв такого потока мигрантов, считают эксперты, неминуемо приведет к росту цены товары и услуги. Например, аренда квартир уже подскочила в стоимости. Есть опасения, что в дополнение к этому еще появится дефицит рабочих мест. При том, что в Казахстане и так растет число безработных. В то же время власти успокаивают, что это не критично. И никакой паники из этого устраивать не следует. Ведь срок нахождения россиян у нас ограничен до трех месяцев. Если речь идет о получении вида на жительство, это уже другая категория. Вид на жительство в Казахстане, который дает какие-то права, возможности. Вот для того, чтобы получить вид на жительство в Казахстане, безотносительно России, гражданин любой другой страны, он должен иметь согласие своего государства. И вот этот пункт, он прописан четко в наших законах. Только за 7 месяцев этого года, по данным МВД, россиянами подано порядка 5000 заявлений на получение постоянного местожительства. Это почти в два раза больше, чем в 2020 и в 2021 годах. Что же касается очередей на границе, то такая тенденция сейчас наблюдается не только у нас, но и с другими сопредельными государствами. Бахтияр Даркеев, Новое время. Геополитическая напряженность в регионе растет. Конфликты продолжают эскалировать, и все это не может волновать каждого из нас. К чему быть готовым и как сохранить мир, к которому глава нашего государства продолжает призывать конфликтующие страны. Какие риски нынешняя ситуация несет для Казахстана, и какую позицию должна занять наша страна. Далее выпуск продолжит мой коллега Руслан Миликша, который поговорит прямо сейчас с нашим гостем в студии, экспертом в области международных отношений, Оскаром Баталовым. Коллеги, приветствую вас, и Руслан, вам слово. Благодарю вас, Ардак. Оскар, здравствуйте, и спасибо, что вы с нами. Итак, вчерашние новости из России вызвали очень много разговоров и споров, и не только в нашем обществе. Понятно, что ситуация в Украине усугубляется, и не приведет ли это к новому большому конфликту? Вы знаете, ответ в самом вопросе. Мы действительно, со времен, наверное, Карибского кризиса, впервые мир стоит на пороге чего-то масштабного. В этом плане даже как бы символично, вот если посмотрим, вообще в мире все символично, посмотрим даже уход последнего генсека СССР, Горбачева, и даже вот если посмотрим даже уход той же Карелевой Елизаветы, это символизирует собой уход периода некого исторического безмятежья. На сегодняшний день мир стоит на пороге большого переустройства. В этом свете вот хотелось бы процитировать, допустим, слова президента, вот Тукаю, выступление на Генассамблее ООН. Он сказал такие слова очень знаменательные. Мир вступил в новый период растущей геополитической конфронтации. Давно сложившаяся международная система сдает позиции, архитектура, то есть нынешнее мироустройство рушится. И действительно, исходя из этого, дело даже не в том, что впервые, допустим, может со Второй мировой войны Россия, ну любой субъект международных отношений угрожает применить, допустим, ядерное оружие, даже тактическое, если даже на то пошло. В этом, даже не в этом вопрос. То есть вопрос стоит более глобальным переустройством. Более масштабным. Да, более масштабным. Я понимаю, да, к сожалению, у нас не так много времени. Да, да. Поэтому, если можно, да, чуть покороче ответы. Как все это скажется на нашей стране? Нас, казахстанцев, это очень сильно волнует. И правильно ли мы делаем, что занимаем нейтральную позицию? Дело в том, что эта позиция, грамотно выверенная, дальносрочная политика Казахстана. Если мы вернемся в 91-й год, когда мы получили свою независимость, в 90-е годы, если мы вспомним долгие годы, внешней политикой Казахстана занимался именно нынешний президент Казахстана. В бытность министра иностранных дел основная концепция внешней политики Казахстана была разработана тогда. И тогда краеугольным камнем внешней политики был обусловлен принцип Устава ООН о территориальной целостности. То есть сейчас, что происходит в Украине, мы понимаем, столкнулись с два принципа Устава ООН, где принцип самоопределения нации и принцип территориальной целостности. Исходя из этого, мы давно заняли позицию территориальной целостности, и мы не признаем никаких квази-государственных образований, как сказал Тухаев в последний раз на питерском форуме экономическом. Поэтому, исходя из этого, априори Казахстан не будет втянут напрямую ни в какие конфликты подобного нынешнему. Теперь, как отразится это? Естественным образом, экономически, социально, демографически, будет огромное отражение. Даже возьмем нынешнюю ситуацию с мобилизацией и бегством, можем сказать, да, все-таки это бегство россиян, допустим, которые не хотят участвовать в этом конфликте. Здесь есть и плюсы, и минусы. Да-да, я хотел задать вам последний вопрос. У нас очень мало времени. Действительно, какие плюсы и минусы? Минусы, в принципе, сейчас очень много вы можете прочитать о минусах. Все боятся подорожания, рынок недвижимости. Но здесь мы должны смотреть и с другой стороны. Здесь ключевых моментов много. Допустим, первое, те люди, которые предлагают, допустим, радикальным методом закрыть границу или что, показывает опыт вообще в целом той же арабской весны 2011 года. Европа при всей своей развитой инфраструктуре и миллионных бюджетах пограничных служб не смогли просто закрыть границу, потому что нелегальное проникновение будет. У нас тем более 7 тысяч с половиной километров границы с Российской Федерацией. Закрытие немыслимо. Да, это немыслимо. В этом плане мы должны брать тот опыт с европейских стран, он сейчас для нас бесценен, как мы можем встретить этих мигрантов, как мы должны обустраивать, как мы теперь вовлекать в активную жизнь здесь должны. Не допустить какой-либо гуманитарной катастрофе на границе, не дай бог. Поэтому здесь есть свои плюсы. Какие плюсы, допустим? Мы должны более позитивно смотреть. Допустим, даже вот плюс. Оживится рынок жилья. Он за собой повлечет оживление, допустим, строительного сектора. Он уже оживился, цены на аренду и на квартиру уже подскочили. Вот. Строительный сектор оживит мелкие сектора, которые окружаются. Потянет за собой. Да, потянет с собой локомотивом. Далее, в этом смысле, однозначно будет динамика положительная в ограженном секторе. Это обязательно. Более того, мы должны смотреть здесь как, с положительной точки зрения, в рамках взаимных санкций ЕС и Российской Федерации, мы для Китая становимся основным транзитным хабом. Потому что тот актив Россия потеряла. Сейчас весь транзитный актив переходит к нам. И нам нужно готовиться. И в этом плане терминалы может новый строить и так далее. Но это уже проблема логистики. В этом плане нам понадобится очень много рабочей квалифицированной силы в Казахстане. То есть у нас впервые в истории появился выбор, когда мы можем выбирать подходящую нам квал-рабочую силу. То есть до этого всегда, допустим, долгие годы... У нас была нехватка, а сейчас может быть... Я даже более исторически посмотреть все 70 лет существования Советского Союза. Допустим, это митрополией была Москва. Все наши лучшие умы Москва забирала всегда. Сейчас у нас есть прекрасная возможность их умы использовать. Просто нужно грамотно, миграционно политику подойти. Грамота. У нас все для этого инструментарий. Спасибо, Аскарда. К сожалению, у нас очень мало времени. Мы уже заканчиваем. Да, есть и в этом деле у нас есть плюсы определенные. Конечно же, уважаемые зрители, я напомню, у нас в гостях был Аскар Баталов, эксперт в области международных отношений. Такова информационная повестка сегодняшнего дня. Оставайтесь на нашем канале и помните, нам с вами точно по пути. Субтитры создавал DimaTorzok